Пилотный выпуск «Охотников за ФПС» вышел, кажется, лет сто назад, и мы уже сами почти позабыли, что можно приехать к какому-нибудь танкисту и прокачать его комп. Но вы так поддержали нас в пилотном выпуске, оставили такое количество комментариев, что мы просто не могли не сделать это еще раз. «Охотники за ФПС» возвращаются. Нам пришло больше полутора тысяч заявок на звание героя следующего выпуска, и мы решили, что первый непилотный выпуск должен пройти в столице разработки танков — в Минске. А если еще точнее, в микрорайоне Сухарева. Ну привет, дорогие друзья! Прошло полтора года, и мы снова с вами вместе. Тот самый микрорайон Сухарева, в типичной многоэтажке, ну и, конечно же, садик. Ну а нам сюда, в четвертый подъезд. Пойдемте посмотрим, что там как. Надеюсь, лифт работает в этот раз. Ждут нас, правда, завтра, но приехали мы сегодня. Подарки давай. Привет! Привет! Ну что, не ждали? Нет, ждали, ждали, но завтра. А что мы сегодня? Ну заходи, заверни. Как дома? Ну хорошо, вот собрались тут отдохнуть, так сказать, пока вас нет. А вы куда собрались вообще? Поскольку мы ждали вас завтра, мы подумали, сегодня хороший день. Решили на пикник съездить с семьей. Мясо будет? Ну как же, пикник без мяса. А надо с собой увозьметься? Ну, я думаю, да. Ну давай тогда сначала познакомимся с своим семейством. Давай. А потом уже решим, что делать. Давай. Это моя супруга Татьяна. Слава. Спасибо. Это младший Елисей. Елисей. Старший Андрей. Андрюха. И средний Данил. Держи. У нас с тобой мы знакомы уже. Да. Вас любишь? Обожаю. Держи. Ну, спасибо. Ну что, пикник это, конечно, хорошо. Особенно, если он с мясом. Но сначала давайте посмотрим компьютер. Давай. Ну что, рассказывай, где у тебя? Ну, проходи. Держи. Держите. Сейчас я. Я так понимаю, твой компьютер. Да. Ну как? Тут он не то чтобы мой. Тут у нас все почти танкисты. Присаживайся. Включай. Ну, давай сейчас посмотрим. Ну что, давай про себя вообще расскажи. Потому что звать-то тебя Виталик, мы это знаем. Да. А вот чем ты занимаешься? Занимаюсь, смотря где. Дома детей воспитываю. Иногда. Иногда они меня. На работе. На стройке. Занимаюсь отделкой. Я думаю, мы еще минут так 20 будем грузиться. Как вообще в танках-то? ФПС-то? То так. То так. То так. То 30, то 40. То 20, то 70. Кто у вас главный за компьютером? Кто следит за ним? Я. Ты следишь? Слежу. А что так плохо следишь-то? Времени нет. Времени нет. Ну, давай тогда запускаем, посмотрим, что да как. Ну, посмотрим сейчас, да, что у вас. Потому что интересно все-таки, что будет. Ребят, а вы когда успеваете играть? Когда папа дома нет. А когда папы дома нет? После школы. А когда уроки тогда делаете? Понятно. А как вы учитесь, ребят? Хорошо, нормально. Нормально. Так, один хорошо, двое нормально. Выше среднего. Выше среднего. А я так понимаю, здесь обычно тогда часу-двух ночи вот такая вот война идет. Нет, у них, они раньше уходят, у них до 10 лимит, и они на боковую. Сколько у тебя вообще боев? Как-то... 19 тысяч, 19 тысяч боев и порядка, наверное, почти 50% побед. Ну, то есть вполне классически. Ребята, что у вас? 20 тысяч боев, где-то 48% побед. Ага. 2-3 с хвостиком и 53%. 10 с половиной и 52%. Ну, в сумме, то есть где-то 60 тысяч боев вы сделали на одном компьютере, правильно понимаю? Да. Да. Ну, сейчас я предлагаю сделать пробный бой, посмотреть, что и как у тебя, потому что впереди у нас пикник. Да. Отличная снежная зима Минска. И после этого мы уже будем разбираться с вами. Выбирай любимый танк и погнали. Арту бери! Не, Арту не возьму. Давай, наверное, возьмем все-таки наисе прокатил. Попробуем. В принципе, мы уже секунд 20 так грузимся. Ну да, сейчас уже команда разъехала. И уже 30-я секунда боя. Нормальная ситуация для твоего компьютера? Ну, практически да. Ну, видишь, как оно бывает. Да, вполне-вполне. 30, 40, 70. Ну, ты знаешь, у тебя 70 фпс, 80 даже. Это вполне нормально. Ну, ты видишь, как оно вот красиво с этими. Да нет, у тебя хороший фпс. Я думаю, мы сейчас едем на пикник и поедем к следующему герою. Ну, у нас тут все очень... Так, слышу стоны раненых танкистов, бегу на помощь. Всем привет. Ты опять как вообще проник в помещение? Я через балкон проник в помещение. Двери балкона, ребят, надо закрыть. Не отвлекай, не отвлекай. Ну, у меня пока перезарядка. Догибай, посмотрим. В общем, смотри, какая ситуация. Здесь в сумме на всех у них 60 тысяч боев. Так. Эти 60 тысяч боев сделаны на этом компьютере. Саша, есть у тебя какой-нибудь план? У меня есть план всех выгнать, посмотреть, что тут вообще. происходит. Ну, вот и все. Практически бой закончен. Да, на удивление ты еще победил как-то. Ну, как бы да. Ладно, кто позор семье, я понял. Надо понять, можем ли мы как-то вам помочь. Для этого надо внедриться. Мне нужен пациент. Доступ к телу. Ну, тогда забирай пациента. Ну, а мы, как и собирались, поедем на пикник. Пикник. Про меня-то не забудьте. Мы за тебя покушаем. Да. Шашлык и маму заберите с собой. Обязательно. Без мамы никуда. Я видел, пока вы тут играли, она плакала на кухне. Так, ребята, можно мне, пока вы собираетесь, кого-то ответственного за компьютер прислать? С кем можно поговорить? Да, можно. Сейчас. Андрей, да? Да. Андрей, слушай. Сколько ему лет вообще? Шесть. Покупался в конце 2012 года. 2012 года. За это время вы с самим железом что-то делали? Нет. А с виндой? Переустанавливали. Три года назад. Три года назад переустанавливали. И с тех пор больше с ней ничего не делали. Так, ну, кажется, я понял, что у вас тут происходит. Ничего для меня сложного и интересного, конечно. Но я что смогу, то сделаю. Хорошо. Ну, ладно, отправляйтесь тогда на пикник. Да. А, постой. Слушай, я вот когда зашел, увидел, это же подставка для ноутбука. Да, она самая. А вы что с ней делать? Корпус охлаждаете? Нет, у нас есть ноутбук, он на кухне. А, так у вас еще один компьютер дома есть? Да. И что, вы на нем тоже в танке играете? Нет, он неиграбельный. А почему? Старый? Нет, конфигурация не те. А, слабенькая конфигурация. Ну, это я люблю. Слушай, если не возражаешь, я вот когда... с этим и закончу, еще ноутбук посмотрю. Да, конечно, без проблем. Ну, все тогда. Гуляйте. До свидания. Пока. Так, ну что, для того, чтобы понять, на каком свете мы находимся, в самом начале я запустил нашу тестовую утилиту Encore, и результат составил 25660 баллов. И это, между прочим, очень хороший результат. Но! Мы попробуем выяснить, сможем ли мы добиться большего. А мы добьемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а откуда ты вообще такое место раскопал? Много людей, много знакомых. Расскажи про сыновей. Сыновья замечательные. Два школьника, третий уже старше, учится в колледже. Вот. Младшие еще заканчивают школу. Один, вот, девятый класс в этом году заканчивает. Второй, восьмой заканчивает. Младший. Ну, вот, как бы, сейчас у нас в семье такая вещь. Как бы идет больше определение, куда чего идти. Как к супругу, как к Татьяну относится? Первое время было очень тяжело. Ты, значит, сидишь, играешь, там, Виталик, надо там что-то там сделать. Говорит, я не могу ее в бою. А-а-а! Мне не волнует, мне надо, вы достали там с этими своими танчиками. И я что-то как-то так получилось, сказал, что, Слушай, Таня, ну, я в танки-то играю. Ты, говорит, в сериалы смотришь. На этом все, на этом прекратилось. То есть я попал в десяточку, прям вот так вот, хоп, и все. И она говорит, да, в принципе, так оно и есть. И танки, они, когда мы начали все играть, Получилась точка соприкосновения. Еще одна, которая нас объединила. Ну, по крайней мере, меня как отца с моими детьми. То есть, в принципе, ну, вот, не могу ничего сказать. Мы сейчас мяска покушаем. Вечером я вам устрою испытание семейное. Да, нормальная такая идея. Слушай, а какая мечта у тебя есть? Вот прям у тебя и так у мечта, чтобы у всей семьи. Знаешь, у меня есть мечта, чтобы мы все смогли просто по катушке устроить вечером в одном взводе. Виталий, ну, ты уже в танках шесть лет. Как ты вообще туда пришел? Пришел очень тоже благодаря, опять же, старшему сыну, который сейчас там у нас шампурит мясо. Папа говорит, здесь, говорит, такая тема. Игрушка есть одна, не хочешь попробовать? Ну, давай попробуем. Андрей уже играл? Да, он уже играл. А ты вообще с компьютерами до этого? Ну, так. Так, ну что, давайте краткий отчет о проделанной работе. Что я сделал? Я, конечно же, почистил корпус от пыли, удалил старую термопасту, заменил ее на новую, разогнал процессор с видеокартой, перепрошил биос, дефрагментировал диски, почистил реестр и удалил все лишнее из автозагрузки. Вот давайте сейчас посмотрим, что нам это дало. Ну что ж, вот такой финальный результат. Больше мы, кажется, из этого компьютера выжить не сможем, но то, что мы получили, это уже более чем достойно для того, чтобы нагибать в рандоме. Слушай, тут пока дефрагментация была, я на кухне нашел этот ноутбук, про который Андрей говорил, и очень интересный экземпляр. Вот тут есть чем поработать. Я предлагаю, пока они на пикнике, съездить в лабораторию, и когда они вернутся, у них уже будет второй игровой компьютер, смогут взводом нагибать. Поехали? Окей. Эх, тяжелый. Таня, привет, наконец-таки до тебя добрались. Привет. Супруг, трое детей, как ты с ними справляешься? Легко, я выросла среди мальчишек, у меня четыре брата, поэтому мне знакомо это легко. Как ты вообще относишься, что пацаны столько времени в компьютере проводят? Сразу было тяжело. Я думала, что это болезнь, долго сидят, а потом я поняла, что это хобби, потому что у каждого должно быть свое. Я, например, люблю смотреть фильмы. Ну да, уже... И мне это не мешает. Они по очереди играют, каждый занимает свое место. А мой ноутбук я себе забираю тихонечко и сижу смотрю фильмы, поэтому... Слушай, а вот в домашнем хозяйстве их же собрать всех сложно. Их там повытаскивать со своих комнат, со своих всех дел. Ну, если мне нужна их помощь, подошла, крикнула в общий коридор. Эй, на помощь! Ну и как бы с вами был? Если кто-то в танчике сидит, он кричит, у меня бой через 10 минут. А остальные приходят. Так, ну что ж, давайте знакомиться с нашим пациентом. Достаем нашу волшебную флешечку и смотрим, что у него внутри. Итак, смотрим, что в нем стоит сейчас. Это Celeron B1000, процессор Ivy Bridge 22 нанометра, первый квартал 2013 года. Вот что касается графики, то это аналог Intel HD Graphics 2000, а значит, всего шесть вычислительных блоков. Одна планка медленной памяти, она ограничивает и без того слабую графику. Так, ну что, ситуация, надо сказать, довольно-таки печальная. Еще в Word, XL куда ни шло, но танки здесь явно не запустятся. Однако, есть хорошая возможность для модернизации. Первое, что я сделаю, это, конечно, почищу компьютер от пыли, заменю термопасту, затем займемся операционной системой, переустановим драйвера, почистим реестр. Хотя, зачем этим заниматься? Просто грохнем Windows и переустановим заново. Это и меньше времени займет, и пользы будет больше. Что касается сборки-разборки, то тут нам, надо сказать, повезло. Дело в том, что данная модель, HP ProBook 4540S, в отличие от предыдущей модели 4530S, разбирается легко. Так, ну давайте сначала посмотрим, что мы имеем на текущий момент. Мерить будем трижды. Сначала на версии движка 9.2.2, потом на бете 1.0, ну и, конечно, нашей фирменной утилитой Encore. Ну что ж, результат, как мы видим, не ахти. В танки, конечно, играть можно, но в особо жарких баталиях результат вам не понравится. Для начала поэкспериментируем с памятью. Вместо планки с частотой 1066 мы поставим две планки. Сначала 1333, затем 1600. Больше, к сожалению, процессор не поддерживает. Но мы можем продолжить наш эксперимент. И вместо одной планки на 1600 поставим сразу две в режиме Dual Mode. Это даст нам больший прирост производительности за счет того, что увеличится пропускная способность шины. Ну что ж, как и предполагалось, от смены частоты памяти результат есть, хотя и небольшой, но самый большой прирост мы получили, когда поставили планки памяти в режиме Dual Mode. Так, ну что ж, с памяти у нас все понятно. Гораздо интереснее дело здесь обстоит с процессором. Тут нам повезло. Дело в том, что на конкретно этой материнке процессор просто вставляется в сокет и никаких проблем не доставляет. А я тут нашел точно такую же, но там процессор... Вот, он здесь впаян. И где-то дома, не в таких благоприятных лабораторных условиях, как у меня, вы его просто-напросто поменять не сможете, даже не пытайтесь. Твой папа рассказал, что лет шесть назад именно ты его в танки подсадил. Да, было такое. Зачем? В смысле зачем? Интересно же, когда приходит папа и такой, а ну дай мне компьютер. В твоей семье два брата, папа, все вы играете. Как вы там с компом делитесь вообще? Ну как, потихонечку, кто-то один, кто-то другой. Папа рассказал хорошую историю. Я ничего не знаю, с девяти часов компьютер мой. Я прихожу обычно часа в четыре домой, а дети часа в два. Дети, да? Ну, в смысле, Даник и Лисей часа в два. И они там как-то делятся тоже между собой. Иногда я прихожу, забираю, иногда жду, пока они доиграют. Играю до прихода папы. Ну, Андрюх, наверное, самый главный вопрос. Папа мечтает о том, чтобы вы смогли когда-то вместе с водом погонять. У тебя какая мечта? Ну да, схожая с папой, я хочу свой комп. Ну, последний год, ты знаешь, биткоин-то дорого стоит, компы дорого. И, в принципе, как бы сложно сейчас собрать на комп. Есть такое, да. Я сейчас чуть-чуть собираю потихонечку. Уже в районе двухста долларов накопилось. Ну, соответственно, ничего не купишь. Но, правильно, надо собирать. То есть, в принципе, хочешь свой компьютер? Да. Хорошая мечта. Хорошая. Итак, сейчас у нас стоит Celeron B1000. А вместо него мы попробуем поставить сначала вот этот вот i3, а затем вот этот i5. i3, кстати, сейчас на барахолке стоит где-то 25 долларов, а i5 45 долларов. Ну и затем посмотрим, что нам покажут результаты тестов. Результаты, конечно, впечатляют. Удивил i3, но по-настоящему порвал i5. Результаты более 15 тысяч в Encore. Увеличилась и чисто процессорная производительность и на одном ядре, и в мультипотоке. Сильная сторона i5 это высокая частота, поддержка хипертрейдинга и, конечно же, мощное графическое ядро HD 4000. Оно, в отличие от Celeron, имеет 16 вычислительных блоков. Ну и, конечно, вы можете подумать, а почему бы нам не пойти дальше и не поставить сюда i7? Я сделал это за вас, ребят. У меня есть как раз такой завалявшийся процессор i7. Я поставил его в этот ноутбук, но дело в том, что сам процессор рассчитан на 45 ватт. Система охлаждения и питания ноутбука на 35. Вы, конечно, можете запустить Windows, даже успеете открыть браузер, но как только вы запустите какую-нибудь игру, тут же словите перегрев и синий экран смерти. Так что, не советую вам этим дома заниматься. Тебя гудит? Извините. Не понял. Алло. Саш, здорово. Привет. А кто это? В смысле, кто? Я. Слушай, ну как там с компом? А, слушай, ну с компом там скучная ситуация, совсем стандартная, ничего интересного. Я у них ноутбук взял, ноутбук поинтереснее будет. Есть дело одно. Мне вот тут кажется, что за 200 долларов мы с тобой компьютер не соберем. Мы с тобой точно не соберем компьютер, а я соберу. А что за 200 долларов? Откуда сумма такая? Ну, старший Андрей собирает на новый компьютер, у него мечта такая. Ну, не вопрос. Я могу собрать где-то через час. В смысле сможешь собрать? В смысле, я могу собрать компьютер за 200 долларов? Не, ну если соберешь, то, конечно, хорошо будет. Может, поспорим? Я тебе могу гарантировать новый компьютер за 200 долларов, который в танках будет давать на минималочках 50 фпс точно. Ну, хорошо, давай поспорим. 200 долларов. Новый компьютер. А, стой, а на что спорим-то? Трубку бросил. Понятно. Слушай, там Слава звонил. Короче, есть идея собрать комп за 200 долларов, на котором будет, можно комфортно на минималках в танки играть. Я принимаю твой вызов, толстячок. Ну что, два часа подготовки. Да. И мясо готово. Не знаю, как вы, я проголодался. Да, я тоже. Ну, надеюсь, оно получилось хорошим, потому что чуть-чуть мы его пережарили. Да я, к сожалению, не бывает. Вот. Я так понимаю, вам меньше всего достается компьютера? Ну, да, есть такое. Мы собираемся после школы, Елисей обычно первый играет, я после него, и потом Андрей уже подключается. А там уже и папа. Успеваете ли все уроки делать? Я успеваю краски хорошо. Чего, прожую, извините. Он первый заходит, отстрелялся, пока его там Даник не отжал компьютер, а потом у него спокойно делает уроки. Ясно. А вместе играется или там друг другу помогает? Ой, это... Мясо, мясо главное спасти. Да, скоро тиметь уже начнет, поэтому нам еще до машины добраться надо. Так что... Эх, отличное место. Отличный выбор деталей. Что такое системный блок в минимальной комплектации? Ну, конечно же, это корпус компьютера с блоком питания. Далее. Материнская плата. Здесь уже у нас стоит процессор. Вместе с кулером это боксовый вариант. Этого вполне достаточно. Винчестер. Планка памяти. Ну и, конечно же, самое главное, без этого никуда построить компьютер без ядиного болта. Невозможно. Болтики должны быть всегда с запасом. В семье. Собрать стационарный компьютер дело довольно простое и очень приятное. Все чистенькое, новенькое. Я купил самый простой корпус за 25 долларов. Материнку за 47. Вот планку памяти на 4 гигабайта. Винчестер на 500 гигабайт. А вот с процессорами мне захотелось поэкспериментировать. Для тестов я взял три процессора. Первый это Teleron 3930. За 36 долларов он уже там стоит. Дальше это Pentium G4400 за 51 доллар. И Pentium G4600 последнего поколения за 73 доллара. Кроме этого я заморочился немножко. Взял еще одну планку памяти на 4 гигабайта. Хочу поставить их в режиме Dual Mode. Прирост производительности может оказаться значительным. Если учесть, что оперативная память, кроме всего прочего, используется еще и интегрированным графическим ядром. Как видим, память в режиме Dual Mode действительно дает прирост производительности. А вот использование вместо Teleron Pentium G4400 прироста не дало. А как раз наоборот. Прикол в том, что в Pentium G4400 используется графика Intel HD Graphics 510. А в Teleron G3930 уже 610. Она чутка быстрее. Другое дело Pentium G4600 с архитектурой Кеби Лейк. Мало того, что он имеет поддержку технологии гиперпоточности, так еще и получил мощное графическое ядро HD Graphics 630 на 24 вычислительных блока. Поэтому я бы рекомендовал потратить немножко больше денег, но получить процессор уже нового поколения. Кстати, обращаю ваше внимание, когда выйдет обновление 1.0, все ваши настройки графики сбросятся в оптимальный пресет. Если хотите вернуть их обратно, вам нужно будет сделать это вручную. Итак, резюмируем. Сначала по ноутбуку. Мы прошлись по барахолочке и купили планку памяти за 9 долларов, процессор i3 за 25, i5 за 45. Собственно говоря, i5 в итоге мы сюда и поставили, плюс планка памяти вторая. Итого получили более чем двухкратный прирост FPS в танчиках на минималках. Теперь это полноценный игровой ноутбук. Далее, по этому компьютеру. Первоначально планка стояла у нас 200 долларов, но мне удалось вложиться даже в 190. И за эти деньги он выдает честные 50 FPS Full HD на минималках. Итого у нас в семье, где есть 4 танкиста, теперь может сложиться полноценный взвод. Ну, я не знаю, как мы выехали. Ну, слушай, выехали знатно. Там на Милу, блин, неплохо. В принципе, если бы был бы трактор в семействе, было бы, конечно, получше. Но мы тоже люди не промахты. Сильные в этот период. Вообще молодцы. Мясо было отличное. Саш! Саша! Ну, я думаю, не важно. Главное, что Саша сделал свое дело. Очень на это надеемся. Давайте раздеваться, посмотрим, что с компьютером. Что получилось. Ну что, смотрите. Саши нету, а компьютер готов. Неплохо. 28 тысяч. Неплохой результат. Заметный прирост. По-моему, гораздо лучше. Мы были бы не мы, если бы к этому моменту мы не подготовили дополнительные вам призы и сувениры. Но просто так вы их не получите. Правила просты. Каждый из вашей семьи танкист садится, делает свой лучший бой. И чистый опыт из этого боя суммируется со следующим танкистом. Когда вы закончите делать 4 боя по сумме результатов, вы получите, если 1500 чистого опыта, веб-камеру, если 1700 чистого опыта, то веб-камеру и бесперебойник, если 1900 чистого опыта, веб-камера, бесперебойник и SSD компании Intel, если 2100, то еще один дополнительный SSD, 2300, третий SSDшник. Ну, и если 2500 сдержите, то такой вот незаменимый в семье комбайн. Класс. Надо побороться. Будем пытаться. Ну что, давайте тогда я выберу первого среди вас. Младший. Елисей. Вперед. Ну что, Елисей. Готовь свой танк. На чем будешь играть? На час или третьем. Что думает семья по этому поводу? Ну, пускай пробует. Тащи. Да, пускай тащит. Понеслась. Готовь Черчилля и выходим в бой. У тебя есть одна попытка. Ну, давай. Виталий, а как же это? Чтоб к моему бою все сделали уже 2300? Ну, вот пускай постараются. Тож я это самое. Вечером разговор будет. Серьезно? Разбор. Не надо. Что будет с тем, который не выполнит норму в 500 опыта? Не знаю. В 500 опыта. А если это буду я? А, на меня что-то не распространяется, в принципе. В смысле? Ну, потому что. Ага. Нет, башню можешь не пытаться. Арту видишь? Нет. Ну, вот. Ну, сейчас посмотрим. Ну, что, давайте дождемся итогов боя. Открываем вторую кладку. Ну, что, наш результат 484 чистого опыта. Если молодец. Конечно, бой мог быть более удачный. Ну, и следующий по старшинству готовится к своему бою. Дарик, вперед, перенимай компьютер. Ну, что? Молодец. Ну, одну треть веб-камеры уже да. Уже отработали. Да. Так, я там пришел на запах эпичного слива. Опоздал. Саша, а как ты опять проник в квартиру? Ну, уж двери так и не привыкли за собой закрывать. А, ну да. А у меня привычка сквозь закрытые двери проходить давно. Трофировалось. Так, ну что, рассказывай. Я смотрю, ты не с пустыми руками пришел. Не с пустыми, но давайте досмотрим, чем тут дело закончится. И потом... Хорошо. А как это? Ну, ну так. В прыжке. Это же 25-ка. Не успел, если иначе. Жалко. Ну что, смотрим результат. 448. 448. Практически повторен результат первого боя, но немножко меньше. 448. Ну что, Андрюха. Я помню, где-то вот в начале нашего приезда ты говорил, что лучше всех играешь даже лучше папы. Да, было такое. Готовься, твоя очередь. На Джоу что-то гнал. Напомню, что по итогам двух боев семья набрала чуть-чуть меньше тысячи чистого опыта в сумме. Ну что, куда пойдешь? Куда я в центре? Что, я в зиму? Андрюха, я думаю... В зиму. Я думаю, тебе... Что-то подозревать в танках мама начала. Зима. Все как у нас. Ну, два засвета сразу сходу. А мы знаем, что засвета-то опыт практически равно. Ох, сейчас на 43-ку бы выйти, а. Ну, там можно получить. Андрюха, как ладошки? Лимкие. Так, арта, арта. Я помню, да. Пусть за руку. Арта. Арта. Промазала. О, прыжок Веры. Или просто светит своим. Светит, светит. Все. Это победа. Он не успел? Он просто уже особо не уедет. Даже если он прямо сейчас начнет разворачиваться. Не успеет. Наверняка. Наверняка только бьет. Ну что, это пока что лучший бой вечера. Семь фрагов. Еще опыта тебя ждут. Напомню, что за первые два боя было набрано 934 приблизительно чистого опыта. Смотрим вторую вкладку. 1548 чистого опыта. У нас уже есть 2400 чистого опыта. И это означает, что все призы, кроме комбайна, уже ваши. Сколько нам надо до комбайна? Еще соточку. Соточку. Не поставь каток. Каток еще раньше играл. Да, да, да. 19 тысяч. Не отъезжай назад. Ух ты. Аккуратно не отходи назад. У тебя там тигры же. Что? Тебе убили? Там, да. Там мне понравилось. Ну что, Виталий. Смотрим. Смотрим итоги. Момент истины. Вторая вкладка. Количество чистого опыта. Давай. 123. Каждому. Так. Сарая вкладка. Вот тут открыто. 196. 196 чистого опыта. Ну что, дорогие друзья, 2476 опыта. Вам не хватило всего лишь? Кому написал? Ну что, дорогие друзья, 2676 чистого опыта за 4 боя. Вы сделали это. Вот ваши все призы. Они уходят в ваш семейный фонд танкистов. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Это классно. Ну, это еще не все. Дело в том, что я сегодня очень добрый стал. Резко. И помимо того, что я настроил компьютер. Ну, сами заметили, стало немножко пошустрее все летать. Я еще похитил у вас ноутбук. На кухне лежал. И я вам его же и возвращаю. Но уже это совсем не тот ноутбук. Я заменил здесь железо. Немножко пошаманил софтом. И должен сказать, что мама, конечно, обрадуется. Потому что сейчас и проводник, и браузер будет открываться мгновенно. Но, кроме этого, обрадуется еще кто-то из членов семьи. Потому что сейчас здесь танчики в анкор набирают 15 тысяч. А на минималочках идут на 50 фпс легко, ребят. Поэтому у вас в семье появляется еще один игровой компьютер. Кому вручать все-таки маме. Ну, наверное, нет. Давайте маме, потому что она переживала. Я видел. Спасибо. Наслаждайтесь. Но! И это еще не все. Потому что я сегодня очень мягкий. Очень. Слав. Если ты помнишь, у нас был с тобой спор. Да, мы сидели мясо готовить. Мы сидели мясо готовить, пока я работал здесь. Ну, ничего. Да, и этим ты меня разозрел еще больше. Что ты говорил? Ну, во-первых, я проживал мясо. А во-вторых, я поспорил, что за 200 долларов ты не соберешь компьютер, на котором можно играть в танки. И ты ошибся. Потому что я собрал этот компьютер. Я собрал компьютер, на котором можно не просто играть в танки, а с комфортом играть в танки. Чуть-чуть раступитесь. Так, я не знаю, кому, кому-то сейчас из вас вручу. Ну, наверное... Кто руку первую протянет, то затащил. Кто затащил? Так, Андрей, ты затащил, я точно верю, что ты затащил. Это системничек. Вот. И когда мы собрали системник, стало понятно, что на одном системнике трудно играть. И мы решили приобрести еще от компании, подарить тебе вот такой вот замечательный монитор. Первый прямоугольный монитор в каждой семье. Ой, спасибо. Первый монитор, в котором отражается не только твое лицо, но еще и немножко комнаты. Ну, и там где-то еще, вот, еще не все. Там клавиатура есть. Но я уже вручать не буду, потому что ее привалило с литком золота, который выполнил. Слава, ты проиграл. Мы протестировали этот компьютер, и на минималках он выдал нам 50 фпс. А это значит, что не только учеба, но и танчики будут доставлять тебе удовольствие. Тот самый момент, когда проиграть приятно. Ну что, дорогие друзья, с первым прямоугольным монитором у вас в семье. Спасибо. Практически собран взвод. Так что вперед к семейным нагибам. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо огромное компанией. Я по словам, но вы быть заняты. Ну а для всех вас у меня тоже есть информация. Хотите стать героем следующего выпуска? Пишите нам, не стесняйтесь. Мы приедем и в Россию, и в Казахстан, и вообще куда угодно в СНГ. Главное, развернуто опишите, кто вы, чем занимаетесь, да и все, что сочтете интересным о себе. Адрес в описании. И, кстати, все реплеи данной программы там же. Ну а меня зовут Вячеслав Шаков. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Скилл